В России, на Северном Кавказе, есть город, о котором говорят уже последние лет 20, то с ужасом, то с болью, то с восхищением. Десять лет назад он практически исчез с лица земли. Казалось, город больше не возродится ни через 10 лет, ни через 50. И никто зимой 2000 года не мог даже представить, что скоро сюда станут возить экскурсии, как в самый красивый город Северного Кавказа. Бои за Грозный закончились весной 2000 года. После нескольких месяцев осады, артобстрелов и штурма российские войска выбили боевиков из чеченской столицы. Это было уже второе освобождение города за последние 10 лет. Поэтому от Грозного остались только руины. Город-призрак, где главный человек – это человек с автоматом. Аэропорт. Посадка на первый мирный рейс «Грозный-Москва». Суета аэровокзала и небольшое волнение перед полетом. Сегодня этот рейс считается почти обычным. В Чечню летают самолеты по два рейса в день. Аэропорт «Северный» – теперь не военная база с истребителями и боевыми вертолетами. Это уже современный гражданский аэропорт. Новое здание. Большая мечеть на площади перед входом. Много таксистов. Среди них есть даже женщины. Это экзотика для любого города. Тем более для Северного Кавказа. Когда женщины меня видят, они приятно удивлены, бывают. Ой, как хорошо, что женщина побольше бы женщин. Приветствуют. Нравится, радуется. Мужчины удивляются. Некоторые, ну, кто в России часто бывает, они не удивляются ничего. Роза – аккуратный водитель. Нарушений у нее нет. Хотя иногда злится, что коллеги не видят в ней серьезного таксиста. Роза теперь наш проводник по городу. Она помнит довоенной Грозной. Войну с семьей пережила в соседней Ингушетии. И сейчас наблюдает за возрождением своей столицы. Иногда, правда, путается в названиях улиц, потому что слишком быстро здесь все меняется. Поспект Победы. А, сейчас Путина. Я уже как привыкла раньше. Слышь, Победа. Так как старые жители этого города, мы Победа называем. А вот тоже попозже переехали по Путина. Мне его не хватает, того города. Почему? Как-то роднее было. Я на свете поведал немало древних и красивых городов. Но таких, как Грозный, не встречал я. Не видал нигде таких садов. Историческая справка. Крепость Грозный была основана по приказу командующего русской армией на Северном Кавказе генерала Ермолова летом 1818 года на месте нескольких сел и хуторов. Крепость представляла собой правильный шестиугольник, окруженный рвом шириной 20 метров и земляным валом. Каждый угол шестиугольника являлся бастионом, на котором стояли пушки. Крепости не раз бывали сосланные на Кавказ декабристы. В рядах московского полка в крепости служил поэт Александр Полежаев. Здесь же по делу о декабристах зимой 1826 года был арестован Александр Грибоедов. В 1840 году отбывал ссылку Михаил Лермонтов. Бывал здесь во время службы и Лев Толстой. Указом Сената от 11 января 1870 года крепость была переименована в город Грозный. После окончания Кавказской войны Грозный стал столицей Терской области и крупным торговым центром. Роза везет нас по бывшему проспекту Победы, который ведет к главной площади города, туда, где стоял президентский дворец. Здесь шли ожесточенные бои. Сегодня проспект отстроен заново. Я всегда говорю, что это восьмое чудо света, это тишина. Уникальная женщина. Директор библиотеки Сацита Исраилова. Уникальное место. Центральная городская библиотека. Она открылась через неделю после освобождения города. Нужно было что-то делать, действовать нужно было. А поскольку я по специальности библиотекарь, мне нужно было прежде всего, это мой мир, это мое дело, это книги. Зимой 2000 года российские войска вошли не в мертвый город. Бои, бомбежки и власть боевиков пережили несколько тысяч человек. Главным образом стариков и тех, кому бежать было некуда и не на что. Они выходили из подвала в своих полуразрушенных домов и старались восстановить свой прошлый хрупкий мир. Сацита на руинах собирала новую библиотеку. Я вдруг вижу, у меня навстречу идет молодой человек. Ну, русской национальности. Я к ним подхожу и говорю, извините, вы Грозненские? Мне говорят, да. Зовут вас как? Сережа. А живете вы где? А здесь, говорит, на проспекте революции. Я говорю, ну, Сережа, Богом нам, значит, нам с вами нужно библиотеку восстанавливать. Сейчас в фонде библиотеки 30 тысяч книг. Большую часть прислали из других городов России. Сацита может точно рассказать, когда и откуда пришла каждая книга. Первые экземпляры она и ее помощник Сергей находили в разбитых домах. Стоит на полке и самая первая книга из фонда. Ее нашли в штабе известного боевика Салмана Радуева. Да, вот, кстати, та самая книга есть, та самая книга Плутарха, которую я первой принесла в библиотеку. Мы заходим в штаб, там было все, естественно, было все раскурочено. И так получилось, прям у порога лежала книга Плутарха. Я так еще взяла, на руку покрутила, говорю, не знаю ты, грек ты, римлянин ты, но знаю одну, что с твоей легкой руки я обязательно сделала библиотеку. И мы с Сережей оттуда перенесли очень хороший качественный стеллаж. Мы долгое время с одной книгой тут и находились. Сейчас в городской библиотеке 6 тысяч постоянных читателей. И даже в будни в читальном зале кто-нибудь работает. Сацита до сих пор помнит не только первую книгу, но и самого первого послевоенного читателя. Сметанина Анна, я ее помню, конечно. Очень хорошо. Бабушка-пенсионерка, жила на улице Роза-Люксембург. Она шла за порцией каши, которую раздавали в 2000 году. И она, проходя, вдруг тоже прочитала центральная городская биб, зашла, увидела меня. Она говорит, ой, библиотека, что здесь будет? Я говорю, здесь будет библиотека. Ой, да не может быть. Она практически приходила каждый день. И я помню, мне нужно было что-то ей дать почитать. Она говорит, что-нибудь почитать. Я ей дала книгу о Марине Цветаевой. Грозный 10 лет назад – это город, где смерть едва не победила жизнь. Город без воды, без света, без жилья. Отовсюду в центр стекаются люди. МЧС раздает людям кашу и хлеб. Нет, вы говорите, я беру, давайте. На двое. Уважаемые, в бане завтра в 2 часа. Двух до трех женщины, а с трех мужчины. Похоронные команды собирают по городу трупы, чтобы перезахоронить на кладбище. Телефон сверху его положил, да? Сынок, открою. А как? По ночам слышны выстрелы. И в этом ужасе, как островок какого-то нереального мира, библиотека под брезентовой крышей, без окон и без дверей. Двери абсолютно не было. Такая скрежина стояла, железная дверь. Вы знаете, даже в первые полгода, уходя домой, я ее не запирала, дверь. Потому что не было смысла. Мы ее проволокой наматывали. Но самое интересное было, что на двери, то есть скрученной двери, мы с ним, помню, решили написать, что это библиотека. Где-то там нашли кусочек, там, звездки, которая там отколопатилась. И мы написали, центральная, городская, на библиотеку места не хватило. Я говорю, где будем писать слово библиотека? То есть там двери не хватили, мы с ним написали, слово такое бип на три буквы хватило. Такие люди, как чеченка Сацита и ее русский помощник Сергей, спасали город, не давали ему умереть. Жажда жить и жажда что-то делать, то, что будет кому-то нужно, настолько во мне было сильно, что я уже абсолютно плевала, там, не страшно, не страшно, рискую своей жизнью. Мы прям мешками приносили сюда книги, мы их чистили, мы их расставляли. Это не сегодня принесли? Сегодня, да. Я подумала, как что, литературный факт нам не помешает. Историческая справка. На рубеже 20 века недалеко от Грозного стали добывать нефть. Город быстро превратился в промышленный центр Северного Кавказа. В советское время Грозный – центр нефтепереработки и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения и приборостроения, большой транспортный узел. В городе работал университет, несколько институтов, более 10 научно-исследовательских центров. В Грозном было три театра, два музея, цирк и филармония. Безусловно, то, что мы отстали 15-17 лет и провели время не в должной области, не в созидательном, а разрушительном, наталкивало нас всех к какому-то такому импульсу созидательного труда, необычного труда. Джалал Кадиев 30 лет является главным архитектором чеченской столицы. Даже в лихие военные времена он продолжал работать. Ездил по России, собирая интересные архитектурные проекты. Я и в Париже старался всем, не зная иностранного языка, разъяснить, что вот это мы строим, а вот это мы ищем инвестора. Что это чудесная, очень ценная градостроительная территория, которую может любой инвестор себе завладеть. Я не бухгалтер, не космополит, или как там говорят, я несколько мечтатель. Если я не буду немного оторвавшись от земли и мечтать о лучшем, что должно быть, я не архитектор и не на своем месте. Строители и архитекторы сейчас в Чечне самые востребованные и самые уважаемые люди. Джалал Кадиев гордится тем, что в Грозном первыми на Кавказе строят квартал небоскребов. Где-то вот так появится высотка, где-то здесь появится высотка, а вокруг и пятиэтажные, и девятиэтажные, и двенадцатиэтажные дома. То есть то, что мы имеем и будем иметь, и что нам легче дается. И по расчету мы все-таки должны прийти к тому утвержденному 550 тысяч населения. Сейчас в Грозном проживает около 250 тысяч человек. По планам архитекторов город должен вырасти вдвое. Есть у главного архитектора любимое место в городе – начало проспекта Путина. Раньше это был проспект Победы. Для меня это прежде всего моя юность, детство, школьные годы, студенческие годы и уже профессиональные годы. Если так говорить, уже переходя на профессиональные во время моей работы, то для меня дорого – это ось как организующая центр города Грозного. Именно отсюда несколько лет назад началось масштабное строительство Грозного. От памятника дружбы народов в сторону главной площади города. Мы все грозненцы и наши гости любили, что он очень был зеленый, легкий, приятный, город такой, интимный какой-то, можно сказать, даже. Некоторые элементы из этой истории мы стараемся сохранить. Историческая справка. После распада СССР Грозный стал сильно меняться. Практически полностью покинуло город русское население. Дважды в 1994 и 1999 годах город штурмовали российские войска. Сепаратисты переименовали его в Джавхар-Пала или Джохар и вообще хотели перенести столицу Ючкерии в другое место. После того, как президентом Чечни стал Ахмад Кадыров, город решили восстановить. Мы находимся в рабочем кабинете героя России Ахмад Хаджи Кадыров, первого президента Чеченской республики. Музей открыли в мае 2010 года в самом центре Грозного. Практически это ворота города, если ехать со стороны аэропорта Северный. Сюда каждый день привозят школьников, чтобы рассказать о том, что происходило в Чечне во времена недавней войны. Музей Ахмада Кадырова построили ударными темпами, всего за шесть месяцев. Чтобы создать нечто выдающееся, архитектор объездил пол Европы и еще посмотрел основные архитектурные шедевры Арабского Востока. Это как детективный роман. Послали в командировку человека-дизайнера, который ездил по Европе, значит, по странам Востока. В частности, он посещал Европу, в Европе Флоренцию, для того, чтобы найти архитектурное решение. В части внутреннего убранства тоже. Таким образом, в результате вот этого воежа появилось то, что вы видите, колоссальный по размерам музейный экспонат, можно сказать. Все внутри отделано иранским мрамором. Под куполом люстра весом полторы тонны из горного хрусталя. Только лампочек на ней 750 штук. На отделку люстры ушло 20 килограммов золота. Под куполом переплетение арабского и чеченского орнаментов. Это восточная сказка. Сказка «Тысяча и одной ночи». Это здание по богатству, по великолепию внутреннего убранства, оно может соперничать с любыми аналогичными зданиями. Я думаю, даже во всем мире. Я бы не сказал, что это слишком претенциозно. Вовсе нет. Кроме желания поразить воображение, музейный комплекс несет и серьезную идеологическую нагрузку. Символизирует единство чеченцев с Россией. Музей состоит из двух частей. Основная часть подземная. Над землей только стеклянный купол и 40-метровый шпиль, который стилизован под средневековую чеченскую башню-крепость. На вершине шпиля – Орден Славы, которым награждали во время Великой Отечественной войны. Основная идея комплекса заключается в том, и она принадлежит Рамзану Кадырову, чтобы показать, что чеченский народ внес исторически возможный вклад в историю России вообще. Что на самых трагических, крутых, поворотных этапах истории России он себя показал как достойный гражданин. Чеченцы показали себя достойными гражданами и патриотами этой страны. На площади перед музеем огромный всадник. Это монумент легендарному чеченцу-герою Советского Союза Мавлиду Бесаитову, который командовал 28-м кавалерийским полком. И в мае 45-го одним из первых в числе советских воинских подразделений встретился с союзническими войсками на Эльбе. Я подал команду, эскадрон, шашки и бою, атака на пехоту, за мной марш-марш. Бесаитов – почетный гражданин города Нью-Йорка и награжден высшей американской наградой – легион чести. А за что его этот дядя получил? За что? За то, что он на войне сто фашистов убил. Рядом на Аллее Славы имена всех жителей Чечено-Ингушской республики, которые, как воины Красной Армии, награждены орденами и медалями за участие в боях во времена Второй мировой войны. В центре площади – мемориал милиционерам, погибшим в войне против террористов. Еще в начале 2009 года на этом месте стоял огромный памятник президенту Ахмаду Кадырову. Он погиб 9 мая 2004 года, когда террористы взорвали бомбу под президентской трибуной на стадионе в Грозном. В 2005 году на Центральной площади установили памятник работы Церетели, как дар скульптора чеченскому народу. Но сам Ахмад Кадыров завещал, чтобы ему не ставили памятников, поэтому монумент демонтировали в 2009 году. Напротив – центральная мечеть имени Ахмада Кадырова. Это самая большая мечеть в Европе. Но сын погибшего президента хочет построить и самую большую мечеть в мире. У меня мечта – это дом Всевышнего. Я слуга Всевышнего. Я раб Всевышнего. Поэтому я всю свою жизнь хочу посвятить именно религии Ислам. Я хочу всему миру доказать, что религия Ислам не призывает войны. В детстве Рамзан мечтал стать мэром Грозного. Но две войны стерли город с лица земли. Казалось, что легче построить новый город на новом месте, чем восстанавливать разрушенное. Без Грозного, без нашей столицы в Чеченской республике не могла состояться, как Чеченская республика. Поэтому были разные предложения. Наш первый президент Ахмад Кадыров созвал всех самых лучших строителей. И дал им задание, посмотрели. И возможность была у нас восстановить Грозное. И сделать столицу нашей республики еще красивее. Рамзан Кадыров лично утверждает каждый большой строительный проект. И лично контролирует ход строительства. Часто на обычной неприметной машине он неожиданно появляется на каком-либо из объектов, чтобы проверить, как идут дела. Рамзан и восстановлением Грозного руководит как воин. Это необычное строительство. Это войсковая операция, где каждый день прорыв. Грозный радикально изменился всего за 2-3 года. И одна из главных причин состояла в том, что здесь не было бюрократической волокиты. Вот если я защищал программу, мне еще 20 лет надо было строить то, что мы сделали. А я доверился одному человеку. Я знал, что он меня поддерживает. Я не ворую деньги, я не занимаюсь этими делами. Я наоборот ниже строю и больше строю. Поэтому я делаю доброе дело. Вот положил все на волю Всевышнего. Надеялся на одного человека. Я строил, он мне помог. А если не помочь, меня одного посадят. Зато народу будет хорошо. А что? Меня посадят для 10 лет, 15 лет. Там буду читать Коран, буду изучать Конституции, законы буду. И потом выйду, опять буду слушать. Какая разница? В тюрьме безопасно и легко там режим и кушать. И там сейчас в тюрьме очень хорошие условия. Если переведут меня в Чернокодзе, там я создал все условия. Там вообще с ним проблем нет. Поэтому я не боюсь ничего. Поэтому я строю. Любимые места Рамзана в Грозном. Центральная мечеть, футбольный стадион, большой центр развлечений Грозный Сити, скрытым катком, разделенным на мужскую и женскую половины. Рамзана удивляет, когда спрашивают, зачем сейчас строить театр и огромный музей национальной истории. Ведь без них можно пока обойтись. Люди должны жить. У нас чеченцы никогда не были такими просящими. Они сами всегда делали все для себя. И поэтому, если не будет у нас спортивных комплексов, если не будет у нас культурных объектов, у нас развлекательных объектов, то дух у народа не будет. Зачем нам строить тогда для наркоманов, для алкоголиков такую красивую республику? Мы строим для достойных людей достойную республику. Строительная индустрия города довольно долго отставала от насущных потребностей. И только в последние десятилетия, как зеленые стрелы всходов дружной весной, вытянулись новыми домами, помолодевшие проспекты и улицы. Саид Царнаев – фотограф агентства РИА Новости. Его можно назвать фотолетописцем Грозного. Артист Грозненского театра еще в той советской жизни во время войны взял в руки не автомат, а телекамеру, а потом фотоаппарат. Это его кадры обошли весь мир. Публичная казнь в центре Грозного двух убийц по приговору шариатского суда. Саид может часами показывать фотографии разрушенного города. А это вот дети игрались на развалинах, и я решил тайком проследить за детьми. И у меня получилась такая интересная фотография, когда девочка с куклой стояла на еле державшейся балконе. Эта девочка стояла и смотрела куда-то вдаль, с таким печальным взглядом. Когда фотографировал, когда выходил на съемки, у меня все время на глазах, глаза были влажные. Слезы лились сами. Понимаете, они не прекращались никогда. А когда все это убрали, вот эту разруху убрали, и начали восстанавливать, вот только тогда стало на душе спокойно. В красоту все-таки легче фотографировать. Недавно у Саида была фотовыставка в Париже. Грозный сегодня. Домой он вернулся практически без фотографий. Почти все разобрали на память посетители. Они не верили, что чеченская столица возродилась из руин. Имея вот такую интересную технику, такую мощную, быструю, ну не успеваем, все запечатлеть не успеваем. Столько много времени приходится тратить, чтобы отснять какой-то сделанный объем работы. А так вот, чтобы проследить за этапами, это практически даже нет. Каждую неделю Саид идет по своему любимому маршруту, мимо мечети вдоль набережной реки Сунджа, чтобы подняться на один из строящихся небоскребов. Этот район был когда-то его любимым местом отдыха. Вот прямо перед нами, если смотреть, здесь была очень красивая архитектура, интересное здание, здание национальной библиотеки, библиотека имени Чехова. Сейчас будет на этом месте более, наверное, грандиозное, более зрелищное архитектурное здание, и это будет представлять школа искусств. Лучшая точка съемки – крыша небоскреба. Строительство ведется круглосуточно. Подрядчик – турецкая компания. Почти все строители из Турции, но много и узбеков. Вот мой город. Для фотографов это, наверное, самая идеальная точка для фотосъемки, и она любима и мной, и многими фотографами, которые работают в Грозном. И когда приезжают сюда, обязательно сюда приходят именно с этой точки снимать и телеоператоры, и фотокорреспонденты работают именно с этой точки. Приходится снимать довольно часто, каждый раз обновлять свой архив. Поэтому с каждым разом, по сечению через 2-3 месяца, открываются совершенно невероятные другие вещи. То есть обзор города меняется на глазах. В советские времена в Грозном не было ни одной мечети. Но теперь минареты видны в разных частях города. Православная церковь – одна, Архангела Михаила. Она находится недалеко от площади Кадырова, на улице, которая ведет в сторону площади Минутка, еще одного места кровопролитных боев. Мы снимали церковь, вернее, то, что от нее осталось весной 2000 года. Чудом уцелевшие бабушки разбирали завалы и сами проводили службы на руинах, потому что священников не осталось. Практически никого из этого хора уже нет в живых. Остались только единицы. Крайняя справа – Валентина Дмитриевна. Она и руководила этим военным церковным хором. Сейчас ей 74 года. Она серьезно больна, с трудом ходит и просит ее не снимать. Вы тоже здесь были, когда разрушена церковь была? Все было. Я здесь с 50-го года. Справедливости ради надо отметить, что церковь в Грозном восстановили раньше, чем построили мечеть. Она уже работает. Возглавляет ее молодой батюшка, отец Григорий. Но прихожан здесь очень мало. В будни собираются лишь несколько бабушек, которые и приберут церковь, и споют в хоре во время службы. Надоело, видимо, Богу молиться. Устали. Не знаю, почему не ходят. Нет. И вообще в Грозном русских-то мало осталось. Бабушки старые умирают. Молодежь здесь не живет, поэтому прироста нет, рождаемости уезжают. А если живут русские, то они в России обосновались крепко, накрепко. А сюда приехали на работу. И вот если что случится, они свадят в свой парчерный чемодан. И в Россию, понимаете? А вот таких коренных, как мы, очень-очень мало. Пережившие войну грозненские бабушки сурового нрава. Они здесь как на передовой. Хотя сейчас и спокойно, и церковь круглосуточно охраняют прикомандированные милиционеры из Екатеринбурга. Иногда приходит помощь из России. Недавно бывшие грозницы, перебравшиеся в Воронеж, передали в дар старинную ценную икону. Но обстановка все еще напряженная. И память о прошлом не отпускает и не дает успокоиться. Да, город изменился очень, очень, очень сильно. Посмотрите, место руинка. Как он преобразился. Очень, очень. Здесь есть такие уголки, в Москве не найдешь, и ты по боку. Например, около мечети фонтана. Мир, тишина, покой, как говорится. Сейчас в Чечне базируется примерно 50-тысячная группировка российской армии и МВД. В пригороде Грозного расквартированы бригада внутренних войск и подразделения Министерства обороны. Но в церкви мы встретили всего лишь нескольких человек в форме. Вот два сержанта приехали на праздник Успения Пресвятой Богородицы из горного села Шали. И еще семья лейтенанта из мотострелковой бригады пришла покрестить дочку Софью. Бабушки очень переживают, что людей мало, и просят, чтобы не забывали единственную православную церковь в Грозном. Спасибо вам большое за то, что к нам приехали в Грозный. Ну, моя просьба к нашему правительству Российской Федерации, чтобы нам, русским, уделяли внимание. Она единственная наша церковь православная Микаэла Арханила, единственная в Грозном. Вот, уделяйте нашему. Вот, кто будет приезжать в Грозный, я ко всем обращаюсь. Пожалуйста, прошу вас всех, приходите в нашу церковь. Вы же православные приезжаете. Ну, прошу вас, от чистого сердца прошу. Спасибо вам большое. До свидания. А к церкви рукой подать до площади минутка. Таксистка Роза хочет показать, где раньше был ее дом. Я в эту войну маму потеряла. Там, беженцами жили, вы душете. От переживаний, давления у нее поднялись. Пацан был со мной, мальчиком. Тяжело было. На квартире жили, платили за квартиру, работы не было. Ну, пережили вообще. Выживать мы умеем, оказывается. В районе, где жила семья Розы, не осталось ни одного целого дома. Вокруг площади минутка, сплошная новостройка. Я вот, вот видите, эти два дома больших. Вот сзади там пятиэтажки были. Там магазин был, Руслан. Ну, сейчас название его. Вот тут девятиэтажки стояли. Вот здесь, вот тут три дома стояли, девятиэтажные. Вот здесь стояли девятиэтажки. Я думала, мы приедем. Тут жили на квартире все-таки, на Черноданах, да, как говорится. Мы сейчас приедем домой, все нормально будет. А тут приезжаем, а нету дома. И вот так вот ходили. Квартиру снимем обратно у себя же в республике. Вот так и живем. На площади висит плакат, который показывает, как будет выглядеть это место после реконструкции. Роза надеется, что в новых домах дадут квартиру и ее семье. Она стоит на очереди. Квартиры грозненцам государство раздает довольно активно. Домой возвращаются чеченские беженцы. Едут обратно и русские. Мало, но уже есть. В Чечне катастрофически не хватает специалистов. Людей зазывают сюда работать и жить даже с экзотическими специальностями. Здесь был симфонический оркестр. Вот мой отец начинал в нем играться. Алексей Ткачук трубач и дирижер. Он приехал в Грозный возрождать симфонический оркестр. Для этого ему надо собрать хотя бы 45 человек. Пока в Грозном нет ни оркестра, ни музыкального училища. Нет даже хороших музыкальных инструментов. Филармонию недавно восстановили. Купили рояль. Только в три дорога и совсем не тот, что надо. Никто ведь и не знал еще два-три года назад, какой инструмент должен быть в концертном зале. потому что и залов тогда не было. Вот смотрите, он не строй. Он тяжелый, он гулкий. Вот видите, послезвучие остается. Вот она, нота звучит. Все это надо, это механика. Вот он, упала, это уже. Инструмент должен закрываться, скажем, здесь на ключ, чтобы это, если концертный, это же сцена, это концертная сцена. Это кабинетный, считается, комнатный, кабинетный рояль. Но на нем, если приедет пианист, он руки поломает себе. Дирижер нового чеченского симфонического оркестра Алексей Ткачук настроен оптимистично. Инструменты дело наживное. Правда, пока даже до малого симфонического далековато. За месяц собрали только четверых музыкантов, четверо смелых. Но дирижер уже придумал сценарий первого концерта классической музыки. Как это будет выглядеть? Все четверо заходят на колесах. Вышел я. Потом вы подниметесь и выходите оттуда, вот сюда становитесь квартетом. Здесь все четверо. Одно руки тула, другой пульт. Представляете ли что? Ну, я думаю, да. Тубу можно выносить и пульт тоже. Не надо задавать вопросов, которые, скажем, решаемые. Вышел еще один. У нас есть произведение на секстет. Оттуда вышел септет вышел. Потом еще подошли и вот мы выстроились в линию, скажем, уже актет 8-10 человек. Алексей родился в Грозном в 1963 году в семье учителей музыки. Он уехал отсюда так давно, что сейчас, вернувшись, совсем не узнает родной город. Вот если у нас в России принято каштаны вдоль дороги ставить, или тополя, то в Грозном всегда стояли урюк как абрикосы, дикие абрикосы. Вот они сыпались, когда было много их, вот они сыпались, прям вот каши лежали на сваре. Вот прям по этой улице Роза Алексеев-Бур. Дом, в котором родился Алексей, сохранился, но никого из прежних соседей ему найти не удалось. Все жильцы здесь новые. Один или два человека живут еще с тех довоенных советских времен. Здравствуйте. Вы здесь живете? Да. А вы давно живете здесь? 30 лет. 30 лет? Да. Черновосова Вера Семеновна здесь вот жила, она учительница в школе для глухонемой, здесь проработала грозно 25 лет. Моя бабушка. Свекла со свекровью Акбулата. Мама что с вами? Тамара. Они здесь, да, живут? Ну, они сейчас в селе. А, ну, сейчас, да. Ну, просто, я думал, что кто-то остался хотя бы из старых жителей. Ваших никого не осталось. В этом доме из русскоязычных никто не остался. Мы здесь все время играли в футбол. Наверняка кто-то из молодых, вот с кем я даже играл, наверняка, вот они еще... Мой муж здесь все время. Возможно, может, я с вашим мужем играл. Я вам скажу, очень многие возвращаются, даже те, которые русские у нас жили, и те с большим желанием вернулись бы сюда. Первый концерт симфонической музыки состоится в Грозном еще не скоро. Но рок-концерт уже вполне можно устроить. В соседней комнатке репетирует первая чеченская рок-группа под названием «Честь нации». Брат мой, Магомед Макаев, он со мной в Москве помогал, работал, барабанщик. Магомед Катаев, студент университета, да? Студент университета, кстати, учится отлично. Дальше стоит Виссарбек, тоже студент, учится на факультете арабского, да? Арабский язык? Англо-арабский. Англо-арабский, да. Шесть лет назад гитарист, народный артист Чеченской республики Султан Макаев вернулся из Москвы. Два года назад собрал ребят в группу «Честь нации». Им тоже не хватает хороших инструментов, но они гордятся тем, что всегда выступают без фонограммы. Грозный вообще всегда был центром такой разнообразной культуры, и джаз, и рок, и блюз, все направления здесь игрались. А национально оно всегда тоже как бы... Просто люди, много людей уехало за границу, как бы, да? Так скажем. За границу уехали когда-то все музыканты, но сейчас многие из них возвращаются. Без культуры не будет, говорят, о невозрождении Чечни. Мы и спорт поднимаем, мы и культуру поднимаем. Это есть духовность, это есть дух нашего народа, поэтому у нас есть и олимпийские чемпионы, чемпионы мира, у нас в нашей танцевальной ансамбле выступают и разговаривают первые места и другие государства, российские федерации. Мы записываем интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в комнате отдыха на футбольном стадионе. В перерыве матча чемпионата России Терек-Спартак. Начинается второй тайм, и футболисты Терека забивают гол. Разговаривать дальше сложно. Рамзан Кадыров заядлый футбольный болельщик. В Грозном строители из Словакии возводят современный стадион на 35 тысяч мест. Здесь все надеются, что после того, как Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года, хотя бы один матч пройдет на этом стадионе. Футбол сейчас спорт номер один в Чечне. Спорт – это для сильных. Кто там бегает, не просто бегает, они всю свою жизнь посвятили для этого. Не имеет значения борьба, бокс, футбол. Поэтому надо уважать тех людей, которые умеют делать дела спасения, свои направления. Поэтому я очень уважаю и футбол, и бокс. Я сам люблю очень. Самый у меня любимый спортбокс на самом деле. Накануне матча со Спартаком за тренировкой любимой команды Терек наблюдает начальник личной охраны Кадырова и вице-премьер по силовому блоку Магомед Даудов. Он курирует борьбу с террористами и развитие местного футбола. В наших жилах течет Терек. И это, по-моему, все сказано. Терек для нас это наш во-первых, наше лицо, лицо нашей республики и знак стабильности республики. Вы сами помните, начали мы играть в Кисловодские домашние игры, потом уже два года мы уже играем в республики. посещаемость болельщиков самый лучший в целом по стране. Балет мы умеем. Безопасность превыше всего. Несколько кварталов вокруг стадиона полностью перекрывают для движения машин еще за сутки до матча. Стадион будет полный. Обязательно приедет президент Рамзан Кадыров. Он приезжает посмотреть, даже когда играют дублирующие составы команд. Он самый главный болельщик в Чечне. Вначале сказал Рамзан Ахмадович очень большой любитель футбола. Как я заметил, тоже сам играет. И он тоже заметил мой интерес к футболу. И мне легче будет вдвойне и за безопасность отвечать. Почему? Потому что я сам тоже полковник милиции, всех знаю. Десять лет уже в структуре МВД работаю. На матче со Спартаком Аншлаг в честь праздника Рамадан вход на стадион свободный. В центральной ложе практически все руководство Чечни. Никто не садится, все как Рамзан болеют стоя. Терек! 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 Терек ведет в счете, выигрывает. Эмоции бьют через край. Периодически Рамзан сам пытается завести трибуны. Терек забивает второй мяч и побеждает. Это почти национальный праздник. Кадыров никогда не уезжает со стадиона, не поговорив с любимой командой. Здравствуй! Слышный мальчик! Что ты говоришь? Не болей в двадцать летом! Если есть дух и есть игра, мы на сто процентов были лучше. Во все отношения. Каждый по-своему и в целом команда. Если так будем играть, мы не будем пятеркой, мы будем первыми. В России плохих команд нету, но мы лучшие. Рамзан Кадыров мечтает, что футбольный клуб Терек станет самым сильным клубом России, а город Грозный самым красивым городом страны. Он уже самый современный и красивый на Северном Кавказе. Здесь не встретишь следов страшной войны. Но каждый раз, глядя на мечети и установленную церковь, на квартал небоскребов, все равно с тревогой задаешься вопросом, надолго ли здесь мир и стабильность? И удастся ли уберечь эту красоту от новой войны? Инчааллах, у нас никогда в жизни больше не будет войны. Мы для этого строим все вместе. Культуру, образование, спорт, духовность, все вместе строим. Если мы строили бы определенные здания, тогда можно было ожидать военное действие. Мы все вместе строим. У нас дай Аллах, чтобы никогда нигде не было войны. У нас, я вам, официально заявляю, не будет войны. Да, мелкие хулиганцы будут, и они здесь не бывают. Мы их уничтожаем. Грозный сейчас самый спокойный город на Северном Кавказе. Ни блокпостов, ни людей с оружием вы не увидите. Однако боевики периодически пытаются нарушить это спокойствие. То нападут на родовое село президента, то атакуют парламент республики. Но это не способно повернуть движение вспять от мира к войне. Сегодня едва ли можно найти следы недавних боев. Это уже не призрак, а настоящий город, где по вечерам матери с детьми приходят на центральную площадь с разноцветными фонтанами, чтобы отдохнуть от дневного зноя, полюбоваться непривычными городскими пейзажами и пофантазировать, глядя на новостройки, как еще лучше будет здесь жить через несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok